Мошенники с завидным постоянством продолжают атаковать жителей Верхней Волжья. Они, в свою очередь, попадаются на уловки телефонных или интернет-злоумышленников. Практически каждый день заголовки интернет-статей сообщают о том, что доверчивые граждане переводят крупные суммы денег незнакомцам. Иногда цифры достигают более миллиона рублей. А если таких средств на счету нет, оформляют кредит. Как не попасться в лапы мошенников, выясняла Наталья Чекет. Буквально 10 дней назад мне позвонили якобы из Москвы. И спрашивали, интересовались молодым человеком. Назвали фамилиями отчества, которые мне ни о чем не говорят и ни о ком. И о каких-то говорили суммах, что это какое-то преступление, что я что-то должна чем-то, а я вообще ничего не знаю. Недавно звонили, представлялись сотрудниками Сбербанка. Я уже не помню, что говорили, но помню, что вспомнила о том, что сотрудники Сбербанка, когда звонят, должно быть тихо. А на заднем фоне стоял такой гул, поэтому я поняла, что что-то здесь не так. Взвесила все слова, которые мне сказали. И повращалась, положила трубку. Отправить денег надо всем. А как вы отреагировали на это? А знаете, у меня всегда один ответ. Я сейчас позвоню в полицию, напишу на вас заявление. Сразу гладут трубку и перестают разговаривать. И таких историй множество. Недавно в Твери незнакомец похитил у пожилой женщины 1 миллион рублей. Другая история. Жительница Тверской области поверила псевдосотруднику правоохранительных органов и в результате лишилась более полутора миллионов рублей. Такие новости встречаются практически каждый день. Доверчивые граждане продолжают переводить деньги аферистам, не задумываясь о последствиях. К слову, все схемы мошенников хорошо известны. А стражи правопорядка регулярно напоминают о мерах предосторожности. Старая схема, уже давно забытая. Попал в ДТП со смертельным исходом, либо с травмами. И для того, чтобы на оплату лечения пострадавшего, либо за невозбуждение уголовного дела, необходимо перевести денежные средства. Суммы довольно крупные. Вот на прошлой неделе 4 человека за 2 дня перевели суммы свыше миллиона. То есть каждый свыше миллиона. Кстати, на уловки аферистов попадаются не только люди пожилого возраста, но и молодежь. Мошенники под разными предлогами выясняют персональные данные человека. Номер карты, трехзначное число на обороте и коды из СМС-сообщений. Все это дает злоумышленникам ключ к деньгам. Что бы вам ни говорили на трубке телефона, если вы с кем-то все-таки разговариваете и не прекратили разговор, эти коды только для вас. И эти коды необходимы только для списания денег. Не для какой-то проверки, пополнения счетов, как иногда рассказывают по телефону. Эти коды не используются. Они используются в единственном случае списание денег с вашей банской карты. Это должен помнить каждый. Зачастую мошенники вымогают крупные суммы денег, которых нет на счету у человека. И доверчивый гражданин отправляется в банк, оформляет на себя кредит, чтобы сразу отдать их незнакомцу. Но стоит помнить, что полученный кредит все равно придется выплачивать вам. Однако возникает резонный вопрос. Почему, несмотря на постоянные предупреждения, люди продолжают отдавать свои деньги аферистам? С этим вопросом мы обратились к клиническому психологу. На определенном уровне развития личности для человека становится важным не только создать комфорт для себя, не только позаботиться о своих близких, но и иметь какие-то более высшие мотивы. Если у человека нет такой реализации, мошенники могут занять это свободное место. То есть спасти чью-то жизнь, помочь в какой-то нерешаемой ситуации. И тогда человек понимает, что, о, я для кого-то значим, у меня появляется миссия, и я готов сражаться. С другой стороны, как пояснила Анна Вековешникова, человек может попасться на удочку мошенников, если не может сказать нет. Например, при наличии свободного времени и денег. Поэтому всегда стоит остановиться и перепроверить полученную информацию. Вы всегда можете положить трубку. И если это что-то важное, то вам обязательно перезвонят. За это время важно понять, что это было, проанализировать, понять, правда это или нет. Если у вас есть возможность проверить информацию, то обязательно это сделать, не стесняться. Раскрыть преступления, связанные с телефоном или интернет-мошенничеством, можно, но очень сложно. И не факт, что утраченные деньги вернут в полном объеме. Лучшим остается проявлять бдительность и быть осторожным.